здравия дети рода человеческого как же я вам благодарен за ваши комментарии потому что именно в комментариях можно прочесть то чего не прочтешь в книгах и это ваши комментарии мои драгоценные зрители простимулировали на создание продолжения разбора фильма замысел все трактовки смысла я взял из ваших умозаключений если кто-то из вас услышал в этом ролике свои мысли то это всего лишь означает что я посчитал их мудрыми и осмелился разлучить и делаю я это во благо распространения знаний ибо не каждый будет перечитывать все комментарии под роликом а информация там воистину и бесценная желаю приятнейшего просмотра и ласкового пробуждения от галактической комы всем дарю благо от всей своей многогранной души да будет так видишь кошку и я вижу а ее нет видишь вокруг смысла и я не вижу они есть первая надпись которая появляется фильме это трикстер на английском это тоже загадка если бы было написано вот так то перевод у этого слова обманщик ловкач а трактовка такова трикстер это архетип мифологии фольклоре и религии демонический комический дублер культурного героя наделенный чертами пулта озорника это божество дух человек или антропоморфное животное совершающее противоправные действия или во всяком случае не подчиняющиеся общим правилам поведения в общем трикстер это мифологический жулик который является веселым мошенником и жестоким шутником он теряет все что приобретает и ему нельзя доверять и как раз под этот образ подходит джокер со скоморохом которые позже появляются в фильме самый яркий на мой взгляд примеры трикстеров это остап бендер хаджана средин и карлсон никому из них нельзя доверять но все бы было гладко если бы было написано так но написано так и это не переводится думаю что создатель замысла зодчий ассоциирует себя с трикстером но даже его трикстер особенный он иного написания что хотел сказать этим дмитрий зодчий может то что ему не особо то и можно доверять и что фильме показана полуправда а я учусь там нужно учиться в школе зачем чтобы окончить школу с отличием поступить в институт и что потом а потом ты сможешь устроиться на престижную работу и стать достойным человеком далее гена окончил два института но престижная работа и большая зарплата но он не достойный и не человек высшее образование престижная работа и наличие большого количества цветных фантиков не является критерием человечности названные критерии больше присущие рептильному мозгу возможно дядя гена не человек потому что он рептилия сга смахивает шахматные фигуры с доски давая тем самым понять своему невидимому противнику что играть в эту игру не будет ибо не проиграть можно не играя что примечательно сга переворачивает страницы в обратном порядке что хотел сказать этим перевертышем дмитрий зодчий я теряюсь догадках высказывайте свои предположения в комментариях главный герой засыпает с книгой и все что происходит далее фильме можно трактовать как сон главного героя осмелюсь предположить что в конце эпопеи сга проснется дабы можно было оправдать все что показано фильме как кошмар главного героя сга наблюдает за мертвым гигантским насекомым по которому ползают трупные жуки этой сцены нет в самом фильме а если она на канале дом фильм как удаленная сцена что же нам показали примеру илья с канала цельнозор считает что нам показали что матка инсектоидов мертва возможно так и есть но думаю что матка не одна и у каждого улья или муравейника своя матка а ульев множество прежде думай куда бросаешь да и времена не те пришла пора собирать камни а не разбрасывать фраза происходит из ветхого завета и принадлежит царю соломону который сказал всему свое время и время каждой вещи под небом время разбрасывать камни и время собирать камни время обнимать и время уклоняться от объятий трактовок смысла этой фразы невероятное множество по мне более всего по смыслу подходит это не минуем час когда за все ранее содеянное придется нести ответственность появление американской статуи свободы в мусульманском хиджабе это намек на то что управление так называемым терроризмом происходит из америки на и брит надеетесь на желтый камень и желтый камень это конечно же yellow stone что дословно и переводится как желтый камень исследователи считают что вот-вот может взорваться его эстонский супервулкан в сша строго говоря это не вулкан в привычном нам виде а его просевшая жерло кальдера гигантская впадина размером 72 на 55 километров образовавшаяся в результате нескольких сильных извержений под ней на многокилометровой глубине расположена огромная камера с раскаленной магмой уже несколько лет ученые наблюдают как земная кора в кальдере приподнимается а это один из признаков предстоящего катаклизма так вот надеетесь на желтый камень не надейтесь что америке не станет в результате природного катаклизма но повсюду растали легионы пастухов конспирологи эзотерики маги и целители аналитики и политологи эта сцена не дает покоя многим потому что это ловушка для души достойнейший сын завета избный брит говорит нам о том что они расставили легионы пастухов и кого мы здесь видим дэвид айк алекс джонс жак фреско лев клыков николай левашов сергей данилов александр хиневич среди них можно заметить к примеру владимира соловьева зная что сыны завета это иудеи и прочитав катехезис еврея становится очевидным что для сынов завета ложь считается нормальным поступком а посему следующее высказывание не внушает доверия но повсюду растали легионы пастухов конспирологи эзотерики маги и целители аналитики и политологи основной посыл на мой взгляд таков что каждый вещает через призму своих убеждений и любая информация не может быть истиной в последней инстанции слушать надо зов сердца или то что идет в резонансе с вибрациями твоей лично души каждый сам идет своим путем и находит ответы на интересующие его вопросы и становится либо пастухом либо отшельником либо остается в стадии в общем не создай себе кумира знание вечно познание бесконечно истины нет пишите кто еще заметил своего кумира на экранах телевизоров среди пастухов ты всегда прав достойнейший сын завета суши давай к нам работа у нас не пыльная обеспечение на высшем уровне будет все что пожелаешь послание в сцене номер 0 с рядом чисел которые дмитрий зодчий назвал а у было расшифровано с помощью светлых человеков и числовых значений славянских буквиц сцена под номером 0 подразумевает по сути что она должна быть в начале фильма но она находится в середине как можно заметить у каждого числа по несколько смысловых значений а посему вариантов трактовки послания при великое множество я приведу вам два аз есть сообщаю послание несущие истину людям не ведающим смыслов послание бога соединяет землян с неизведанным словом мудрости непознанного нами начала и другая трактовка я человек мыслю мудростью зовом сердце и устоями гармонируя и пробуждая единство неизведанного бытия по зову сердца смерти нет мы между на другой частоте отсюда все хорошо видно бывая ложь здесь на выворот ничего не скроешь давай подкрепимся но туда и не пойдем изначально рыба стала символом христианства и конкретно христа по одной простой причине это связано с игрой слов дело в том что рыба по-гречески их тис вспомните их теологию или их теандра пишется вот так это пятибуквенное слово записанное по-гречески можно воспринимать как акроним то есть своего рода шифр в котором каждая буква является началом какого-то другого слова иисус христос божий сын спаситель еще одна версия указывает на известный эпизод когда иисус кормит двумя рыбами и питью хлебами народ в пустыне поэтому эту сцену когда свой изга подкрепились символом христианства можно трактовать как конец эпохи христианства давай подкрепимся устаревшими знаниями о христианстве и двинемся далее и зары рыб веру водолея в поисках новых знаний тебе бы ликвидировать кого-нибудь в наших силах ликвидировать вообще всех ну в чем тогда будет наш смысл тем управлять и при помощи кого осуществлять план ты столько лет над одеялом а так ничего не дошло над каким одеялом никто бы и не понял пока дмитрий зодчий канале дом фильм не пояснил в комментарии имеется ввиду над одеялом из облаков так как действие происходит на вышнем ярусе и если разогнать облака то есть разоблачить то сразу станет понятно как все обстоит на самом деле ты столько лет над одеялом а так ничего и не понял отсюда все хорошо видно бываю ложь здесь на выворот ничего не скроешь многие знания многие печали всему свое время есть что живой есть то живой всяких полно живых мало хо хо какие человеки какой-то он живой я тоже когда-то живым был а теперь вон кроссворды решаю беги беги бежать то некуда все дороги ведут в рим все эти моменты отсылают к римскому праву на котором построены правовые системы большинства стран мира эти системы основаны на принципах рабовладения до тех пор пока мы определяем себя как имя или фио мы мертвы юридически юридически все пропавшие без вести мужчины и женщины когда-то рожденные живорожденными в родильном доме ни в одном документе не пишется что ты мужчина или женщина или просто человек везде пишутся неодушевленные инициалы фио они инициалы не могут являться живой душой проявленной и рожденный в теле человека мужского или женского рода и даже если в каких-то анкетах и требуется указать какого вы рода обычно пишется странное слово пол же или м подробнее римском праве и оставляю ссылку в описании к ролику нажимайте кнопку еще и будет вам счастье беги беги бежать то никуда все дороги ведут в рим и ты в это веришь софия всех дочерей потеряла сбор все дочери живы тебе видней очень страшная история на самом деле второй век софия вдова из милана прибыла в рим с тремя дочерьми вера 12 лет надежда 10 и любовь 9 согласно преданию девочки воспитывались матерью в христианском благочестии когда император того времени адриан узнал об этом он попытался совратить их с христианского пути и заставить поклониться богини диане сначала обещанием богатых подарков а затем угрозами но они твердо исповедовали свою веру в христа император повелел подвергнуть дочерей софии жестоким пыткам но они чудесным образом перенесли их и погибли только будучи обезглавленными или зарубленными император отдал истерзанные тела дочерей софии она с почестями похоронила их и умерла через три дня софия всех дочерей потеряла в мире ничего святого не осталось вздор все дочери живы нет есть еще в людях вера надежда и любовь изначальные греческие имена дочерей пистис элпис и агапе были переведены на старославянский язык как вера надежда и любовь и только имя их матери софии что означает мудрость оставили без перевода теперь они христианские святые почитаемые в лике мучениц правитель бездарно проигравший страну шахматы пять букв по вертикали верил да нет не подходит так как в фильме есть украшения указания на украину то возможно это кучма при котором западное и заокеанское влияние становится явным и неприкрытым а еще есть версия что правитель это народ то есть мы с вами отдавший в 90-х свою страну архал колит грецкие орехи очищает мозги от шелухи ведь они очень похожи на человеческий мозг ядра грецких орехов взамен отдай мне мальчика может тебе еще и назначение никаких взамен изначально мне был непонятен смысл назначения архала предложенного взамен но как всегда в комментариях подсказали тот кем ты себя считаешь никогда не достигнет полноты и целостности ибо измеряет жизнь в достижениях и целях а тот кем ты являешься на самом деле тому ничего не нужно назначение или точнее предназначение которое у каждого человека свое вот то о чем сказал архал и тогда все встает на свои места и в этом образе архал очень напоминает второй аркан таро верховная жрица аркан верховная жрица в ее наиболее общем значении представляет собой интуицию скрытые знания и тайны подсознания помогающие человеку в его пути духовного развития эта карта присутствие тайны которая откроется со временем и повлияет на ситуацию она указывает на то что нужно не торопиться с ответом и уметь ждать это аркан понимания жизни и мироустройства жрица таро двойственная карта имеющая светлую и темную стороны ее светлая сторона это проявление терпения и доброты эмпатии прощения готовность и желание помогать людям темная сторона это использование тайных знаний и магических умений в эгоистичных целях возможно даже с нанесением вреда окружающим будет борьба за мир но такая что ко мне на камне не останется страшно война нормальное состояние мира привыкнешь без войн мы давно вымерли все и о ком он сейчас сказал без войн мы давно вымерли бы все а паразитах питающихся энергией страданий или от ворцах созидателях которые творят они разрушают войны выгодны только паразитам им не нужно чтобы война скорее закончилась им нужно чтобы война продолжалась вечно ибо войны это жертвоприношение а посему паразиты сами провоцируют войны и спонсируют обе воюющие стороны для откачки галаха в мирное время мы жрем спим все в норку тащим главное перестаем чувствовать вечность и превращаемся в свиньи а лечится освенение только войной когда она приходит все расцветает архал говорит о войне как о весне это явная программа перевертыш пытающаяся незаметно внедриться сознание доверчивого зрителя будьте осторожны этот фильм как для светлых так и для темных хотя это разделение весьма относительно я много раз объяснил все устроено абсолютно правильно все работает на исполнение замысла говорит о том что необходимо держать баланс между добром и злом ибо это две стороны одной медали как и в сцене с руна альгиз значение которой зависит от ее начертания вся вселенная стремится к гармонии и равновесию с одним лишь добром или злом не будет равновесия пропустите и обещал ему открыть что нужно строить посвятить замысел не трогайте сказал не трогай ну да конечно у них там на вышнем ярусе принято что архал отдает распоряжение к баллистическим столбам храма соломона и становится непонятно а на чьей стороне архал и тут вспоминаем про трактовку второго аркана таро верховная жрица и все становится на свои места архал не за светлых не за темных он смотрящий за равновесием и балансом сил среди богов во вселенской игре баланса нарушена и скорее всего архал это и есть велес который по преданиям свое время перешел на темную сторону свободу выбора пока не отменили делай что хочешь а игра силы на доске в форме звезды велеса это аргумент в пользу этой теории мы сами по себе постоянно скатываемся к поражению когда кажется что все пропало еще шаг и медведь погибнет появляется некая сила и отсюда не все разворачивается в победу вот это есть архал видно нас там безмозглых и чумазых шибко любят раз последний момент посылает архала а